здравствуйте дорогие мои любители волшебного пластика сегодня у нас репортаж с подсборки модели самолета la5 это последняя модель из моего лавочки челленджа я решил сделать такой традиционный промежуточный репортаж чем пришлось столкнуться какие эмоции у меня от этого проекта ну что хочется сказать проект оказался безумно вдохновляющим я занимаюсь этим самолетом с таким безумным удовольствием это как будто бы знаете как вот поймать волну серфинге вот наверно про это же вот говорят спортсмены то есть все идет просто как по накатан если там преподаются какие-то негативные там вещи они не раздосадуют они только раз задоривают я хочется преодолеть их у тебя все получается и все идет классно и тебе все нравится и модель тебе нравится и уж даже немножко грустно что я с ним так быстро разобрался и но еще есть как бы вот мой праздник красок и думаю еще там получу свою порцию кайфа отличные модели однако если вы хотите сделать эту модель прям хорошо и классно вам нужно две таких модель то есть первую модель вы закосячите потому что она очень нетривиально в сборке у меня год назад был проект la5fn я на нем видимо набил всех своих шишек и поэтому и несколько проще я уже как бы был готов ко всяким каверзом которые преподнесет мне этот самолет хоть какие-нибудь двусмысленные шутки типа из разряда что там хочешь чтобы с этой моделью все было красиво сначала развлекайся с ее сестрой на чем я в этой модели сделал упор ну кто знаком с этим с этой линейкой он знает что вот вот места стыков верхней части крыла это очень такая коварная вещь тут бывает ступенька иногда иногда прям остаются щели вот я решил меня на прошлой модели так было ничего не смог сделать в этот раз я вложил все свои силы чтобы вот здесь как бы все было ровно но я надеюсь что у меня это получилось грунтовка кстати у меня нынче вот такая это наверное лучшее из того чем я пробовал она очень мягкая она не токсичная легко убирается единственное такой лайфхак но я обычной шкуркой и убираю смачивайте шкурку водой процесс пойдет быстрее будет легче в целом если говорить про философию авиамоделизма то вот как я считаю здесь очень много зависит от именно правильной шлифовки швов если модель без швов даже если у них какие-то косяки она прям сразу приобретает восприятие ну и наоборот что еще хочется сказать попробовал я квинту 3d декали которым не остались от сборки ла 11 делал я ремни на кресло попробовал и что хочу сказать на горизонтальной поверхности все хорошо а вот на там где гнутая поверхность все очень неоднозначно у меня не получились боковые ремни на кресле по моему 3d декали на слишком толстый для этого либо я что-то неправильно делал в общем пока и не стал я фанатом квинты будем смотреть будем дальше пробовать что еще ну как я неоднократно упоминал от сборка эта модель она очень привередлива к сборке и любой там маленький перекос в самом начале он может привести к некрасивому результату в конце то есть вот у меня так получилось там где-то видимо было перекосик мотора когда я вклеивал и вот этот вот крышечка вот этот обтекатель он лег очень неровно и здесь вот по идее была щель серьезный прям не заделываем щель меня спасло то что у меня от набора 11 осталась вот эта полоска ну как как я не знаю какая-то полоса стяжки капота или что-нибудь поправьте меня если неправильно сказал и вот я наклеил сюда и полу и эту щель убрал иначе как бы все дело труба не знаю что еще сказать поэтому поводу пока наверное все единственная просьба те кто хочет дальше следить за моими обновлениями пожалуйста подписывайтесь на мой канал дзене сами понимаете что youtube в россии это такая больше уже химера всю активность я постепенно буду переводить туда и всех жду на своем канале спасибо за внимание всем творчество всем креатива